12 июня. Наш клиент и Алексей находятся в гуще событий в центре Москвы. Многие из вас знают, что все мы в нашей компании постигаем через опыт. У нас сейчас в данный момент три клиента, которым мы оказываем услугу по формированию кейса на убежище. Кто-то поедет в Мексику, кто-то будет подавать внутри страны, они получили с нашей помощью визу. Мы фактически будем сопровождать этих ребят на всех этапах, в том числе и на разного рода мероприятиях, связанных с их оппозиционной деятельностью. Они до знакомства с нашей компанией занимались этим, а сейчас просто наш Алексей как их тень, не заметен никому, ведет съемку, собирает доказательную базу. Были одиночные пикеты, были задержания, были административные протоколы. Сейчас в данный момент Алексей звонил мне из автозака, он находится фактически уже там два часа, и они едут в УВД Тверское. Он и наши ребята. Там один только не успел, чуть-чуть опоздал, его не забрали, остальные забрали, будут протоколы. Но тут интересно что, тут интересная реакция, которая, я так думаю, последует после этих всех мероприятий. Как вы знаете, что сейчас по статистике, то, что выкладывают в интернете, уже порядка 150 человек задержаны, забирают всех там за уточки, за всякого рода высказывания, просто когда есть группа лиц. В общем, Алексей выйдет и расскажет о том, как он стал компетентный, как мы готовим кейсы на убежище, почему мы оказываемся в гуще событий и как это влияет на положительное решение. Но могу сказать, что после сегодняшнего мероприятия по кейсам на убежище, по политическому направлению будет намного больше положительных решений. И, кстати, обращаюсь к тем, кто собирается подать на убежище по религии, особенно с организацией «Свидетели Яговы». Ребята, у вас вообще ситуация плачевна, особенно в России. Возбудили уголовное дело по статье «Экстремизм». У вас сейчас в данный момент достаточно оснований, чтобы подавать по религии на территории США внутри, если вы въедете по визе, либо за пределами в Мексике, либо на Гуам. Поправка Лаутенберга в этом году не принята. Соответственно, обращаться по этой программе нельзя, хотя раньше можно было и можно было даже получить убежище по этому направлению здесь, в России, через поправку Лаутенберга, через организацию МОМ, Международную организацию по миграции. Мы делали с ними репортажи. То есть сейчас пока не принято. Еще один важный момент. Если раньше у нас курировала странная СНГ Московская организация МОМ, то сейчас в Киеве планируется тоже открытие этой организации. Я туда поеду, я буду с ними встречаться. Посмотрим, как поставят работу они у себя в Украине. Я знаю, как работают здесь, в Москве. Будем сравнивать. Итак, ждем Алексея. Их сейчас везут в ОВД Тверское. Человек у нас подкованный. Прошел соответствующие курсы, знает статьи Конституции, знает, как их применить. В общем, ждем Алексея, нашего оппозиционера. Будем делать видео. Субтитры создавал DimaTorzok